здравствуйте дамы и господа начинаем сегодняшний пятничный вебинар как всегда по пятницам со своей эзотерикой ваш андрей дуйко итак я сегодня постараюсь ответить на ваши вопросы которые вы задаете хочу сказать что наш вебинар посвящен не только эзотерики еще и саморазвитию самодисциплине и так далее я очень извиняюсь что сегодня одет свитер потому что в помещении немного прохладно из-за этого я решил утеплиться немножко ну что давайте начнем дорогой андрей андрееве здрасте подскажите пожалуйста что тормозит исполнение намерения поставлена при посвящении в школу кайлас под конец первой ступени она вполне реально и выполнимая смотрите вся жизнь она устроена вот по такому принципу существует некий тайный закон который люди как правило не учитывают и как правило они о нем ничего не знают но вы должны его знать потому что это одна из таких наверное очень ярких эзотерических тайм когда человек думает что он допустим хочет чего-то допустим я хочу жениться или я хочу выйти замуж или у меня скоро там появится там свой дом или появятся свои деньги или свои работали еще что-то это все называется намерением одно такое намерение обычно мы его программируем делаем это во время прохождения первой ступени и делаем так путем простукивание или путем создания определенной мантры для этого намерения и так далее потом человек читает на протяжении какого-то времени данное намерение и по моему опыту она на сто процентов как правило сбывается то есть если она одной если она создана так чтобы нравилось то есть мотивирует вдохновляет то она обычно исполняется но почему не исполняется ведь я обычно говорю что да но должно исполниться и так далее во всем есть тайна и она совсем не сложная смотрите весь мир устроен по принципу по принципу физического и эмоционального дело в том что когда человек живет то какие-то невидимые силы или какие-то неведомые силы эти неведомые силы слышат его желание или у или могут почувствовать его желанием и в дальнейшем такое желание может исполниться но скажите если убрать человеческое или физическое тело то что останется останется сознание электрическое и останутся чувства и останутся наверное управляющие телом гормоны и здесь есть такой нюанс для того чтобы физическое ваше желание исполнилось необходимо чтобы было топливо и так здесь появляется у нас намерение или желание дальше должно появиться топливо и тогда желание исполнится что является этим топливом этим топливом являются наши чувства это наше чувство если определить как легче всего исполнить желание вот если бы человек мог испытывать чувство не думать о своем желании испытывать какое-либо чувство радостное мог бы это делать 10 минут один раз в день и читать допустим ту мантру которая говорил то ваше желание уже бы за один месяц за два за три месяца исполнилось бы наверняка но дело в том что очень часто люди не могут этого делать потому что чувства обычно у нас снижены и порог такой чувствительности радостной или нерадостной он обычно связан с тем что мы ну ни к чему это не привязываем одна из ну и в случае если у нас вдруг появляются чувства и они у нас чрезмерно яркие допустим там эмоционально такие яркие очень выделяются мы там все время там чем-то восхищены и так далее то это даже может быть психическим расстройством допустим там компульсивным обсессивным или маниакальным состоянием синдромом каким-нибудь психиатрическим и так далее о чем же здесь речь идет здесь речь идет об осознанном ощущении или осознанном состоянии чувства которые необходимо создавать в тот момент когда вы думаете о том что скоро в вашей жизни что-то произойдет мы часто забываем что миром а я это многократно произносил миром управляет на самом деле чувства человека то есть это выглядит так там нравится вам ваша работа или хотите на какую-либо работу устроиться и так далее так вот думая о том что вы сказали скоро я устроюсь на эту работу и после этого когда вы сказали на протяжении суток данное намерение начинает находиться в пространстве она обычно начинает движение в виде завихрений но можно назвать там завихрений токов фуко или каких-либо энергетических движений электричества электромагнитных завихрений которые находятся в вашей ауре там согласно законам физико-математическим там лоуренса или максвелла или там я не знаю в создаванием токов этих которые возникают в случае если мы создали намерение или желание и в этот момент это является ключевой ключевым элементом который на протяжении суток является ну грубо алтарем исполнения желаний и все эмоции которые на протяжении дня вы начинаете испытывать они все идут туда к этому намерению и чем больше эмоций будет у вас тот момент когда вы имеете это желание тем больше это желание сильнее будет раскручиваться но самое самое неприличное самое неприятное что делают люди обычно начитавшиеся полезной литературы или насмотревшиеся каких-либо определенных эзотерических наверно фильмов таких как секрет или там почитал брайана трейси или ну в общем вы знаете сами этих этой информации много там говорится часто о том что человек должен визуализировать свое желание максимально его проявляя ну и как обычно делает человек человек садится расслабляется входит как сказал свое время как сказал свое время в трансерфинге реальности вадим зеланд останавливая движение маятника то есть по-русски это звучит так входя в состояние транса то есть отвлекаясь от каких-то других мыслей переходя в состояние такое погруженное в этот момент человек как бы останавливает маятник и начинает визуализировать то что с ним произойдет и так далее и делает это максимально сильно причем как говорит вадим зеланд нужно это делать максимально концентрируясь или максимально визуализируя качество того рисунка который произойдет или уже происходит вашей жизни утверждая что в дальнейшем это может привести как раз к исполнению этой задачи на самом деле я хочу вам сказать чем больше будет у вас визуальных образов или чем сильнее вы нафантазируете тем сложнее будет исполнить это все почему это условно выглядит так как в калориях в случае если человек на протяжении одного дня съедает 100 грамм жира или 100 грамм глюкозы то этому человеку необходимо он получает определенное количество энергии допустим и 100 грамм глюкозы условно одну тысячу килоджоулей в случае если этот человек на протяжении дня получил одну тысячу килоджоулей и никаким образом эти килоджоули не смог истратить то есть не на поддержание своего тела не на там поддержание своего мнемантического состояния мозга или там на какие-либо затраты на подогрев тела и на физиологические гормональные процессы гуморальные то в случае если этого не происходит то этот жир накапливается точно так же и здесь когда человек очень много думает допустим вот я открою меня получится будет и так будет и так то вы должны знать вы сформировали большую ячейку энергии и она чем больше становится от вашей мысли тем она энергозатратнее то есть вы построили вы могли доехать на велосипеде но вы начинаете строить части то есть вы к велосипеду добавляете двигатель внутреннего сгорания кардан автомобиля газораспределительный механизм вместо двухтактного шеститактный двигатель вместо там вместо одного сиденья 8 потом на него ставите колеса от белаза и так далее и вам необходимо бензина много то есть на велосипеде бы вы хамылем хамылем доехали а так вы выстраиваете огромный автомобиль и туда нужно много бензина а что такое бензин наши чувства а их нет никаких вам все то есть если там уже это все сформировалось то туда не хватает запустить чувств если вы так настроили или так сильно нафантазировали если вы уже там как вот с моей женой свое время было она очень как любая девочка в общем то она любит фантазировать то есть она начинает думать о том как у нее будет получаться сразу же фантазирует и это к этому это к этому и детей на рожаем дома построим и там этих пригласим а эти приедут и вот так она будет и будет вот так и так там выставки сделаем там еще что-то и это сформировала огромную глыбу и вот она мне после этого говорит мы сможем это сделать быстро я и говорю нет у нас не получится это сделать быстро почему что-то очень много нафантазировала она фантазировав много нужно много чувств тогда надо не трое детей или не пятеро пара это этот это 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 так как а это Продолжение следует... 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 а так как происходит скоро у меня это появится или скоро я буду богатой или скоро пусть у меня будет хорошая работа и так далее и козел сам сама такая да что такое сын где он здесь информация это не хватает сволочь негодяи на меня нападают энергия агрессия что-то хотят эти звонят я этого боюсь это мне не нравится вот это не нравится теперь себе не нравлюсь и как же она может исполниться что может исполниться елена зацепина подскажите пожалуйста когда совсем нет никаких чувств просто у меня было так просто пустота нет ни чувств ни эмоций такое состояние обычно называется или имеет определенное название она называется диссоциативное расстройство и или истерия в случае если к этому состоянию у вас добавляется там дергание телом дергание головой также в если у вас все потемнело перед глазами это называется ну может быть синдром кандинского и может быть состоянием которое приведет дальнейшим к развитию какой-либо психиатрической патологии это все понятно это известно вы же понимаете что человеку сложное существо помимо и я не обвиняю что этих чувств нет собственно тут родина в опасности страна в войне и так далее вы понимаете для тех сил которые управляют это для них не имеет значения все они не хотят не видеть не слушать почему бог есть закон есть законы божественные в том числе эзотерические в этих божественных тайных эзотерических законов есть законах есть свои условия жизни они отличаются от того что думают люди и люди как правило не обращают на это совершенно никакого внимания потому что ну уж чувство считается но вообще бесполезным качеством знаете ведь с детства говорят допустим ну если проехаться сейчас утюгом по всем эзотерикам ну про всем мы не поедет проедемся их очень много ну там допустим начало александра полиенко но звучало всегда так что там главная любовь главное дарить любовь главная любовь там посылать и так далее потом он видоизменил это все со временем но я так понял начал меня смотреть умница и начал у него там еще тема была нет чувства это плохо нужно максимально то отодвинуть от себя чувства найти это состояние бесчувственности и так далее накапливать энергию и так далее ну и третий момент это он начал придумывать нужно жить в кайф и так далее ну и видимо прошел уже ступень но это эволюция она должна быть у каждого человека просто так или иначе человек практикующий начинает предполагать одно потом предполагает другое третье что-то читают у него появляется идеи тогда тем не менее могу сказать что есть постулаты которые слишком тайны для того чтобы они могли быть у людей в доступе открытом именно поэтому такая информация обычно и не появляется но вот один из этих постулатов которые называются тайными знаниями управления своей жизнью или миром вот один из тайных постулатов звучит так миром управляет эмоции человека они являются бензином для того чтобы человеческие желания исполнялись притягивание чувств можно представлять нитями которые может золотыми нет конечно чувство надо чувствовать вы их никак не притянете дело в том что я обычно говорю чувством человек должен себя воспитать когда мы проживаем в своей жизни то мы чувством себя воспитываем как это происходит обычно как возникают чувства рассматривая вот в свое время когда я был маленький в моей семье никто не любил живопись то есть маму маме было некогда у нас было семеро детей мы жили в деревне жизнь у нас была сложная мы жили в советском союзе в крымской области в селе и доход был у всех ну предельно маленький потому что детей нужно было детей необходимо было всех растить мы все были с небольшими периодами там ну между собой и жизнь была тяжелая отцу приходилось работать одновременно на трех работах мама с нами тогда не никаких не было нужно было обстирать приготовить найти эту еду и так далее а тогда было сложно зарплаты были у отца было максимально там по моему 270 рублей у мамы вообще 70 месяц было и этих денег ну ни на что не хватало никогда но меня внутренние я очень любил читать и читать мне нравилось книги исторические вот дюма мне нравился там итальянцы испанцев я читал слава богу в селе библиотека школьная была большая и много было очень интересно литературы тогда она издавалась что позволило вот читать и много было иллюстрированной литературы где очень было много красивых таких иллюстрированных картин всевозможных и меня зацепила живопись мне настолько начала нравиться живописи я насколько это было возможно начал по чуть-чуть ее рассматривать то есть это начиналось с марок то есть я брал марки рассматривал живопись на марках и так далее ну и потом когда я учился в шестом классе была поездка в эрмитаж вместе со школой это было для меня но каким-то религиозным чувственным открытием внутренним я понял что я люблю живопись что мне нравится я люблю и со временем я начал понимать что мне нравится живопись я ее не полюбил сразу я воспитывал в себе видеть оттенки я со временем смог вот со временем я могу по себе сделать вывод что я тот человек который может видеть оттенки я воспитал в себе видеть оттенки живописи видеть оттенки или чувства которые хотел бы передать человек в этой живописи в музыке в разной классической в современной в литературе и даже в поэзии и даже в отношениях и в качестве жизни то есть я этому себя воспитывал не может быть так что с бухты барахты я вдруг решил сегодня чувствовать больше и наслаждаться тем что происходит нет так не может быть мы должны себя по чуть-чуть воспитывать то есть ставить акцент или ставить синкопы я это очень широко обсуждал на своей в своей первой ступени эзотерической школы кайлас где оговорил человек должен воспитывать себе возможность находить чувства я даже придумал практику из-за твоей скую говорил произносите на протяжении дня мне нравится это мне нравится видеть мне нравится кто со мной живет мне нравится что я проснулся мне нравится что вот это там находится мне нравится что я вижу вот это мне нравится оттенки мне нравится гладить мне нравится то с чем я это назвал даже принципом синкопы по моему мнению человек который может в на протяжении дня по чуть-чуть расставлять такие синкопы в дальнейшем начинает обращать на это внимание то есть не жизнь исключительно только выживание не жизнь исключительно только в достижении а жизнь вот когда по чуть-чуть обучаешь себя что нравится не просто встать роботом пойти на работу прийти приготовить и лечь спать и нравится только если есть красивая одежда или нравится если есть там еда и так далее может нравиться и между этими ключевыми задачами которые происходят нашей жизни я вообще хочу сказать об таких удивительных открытиях моих эзотерических они очень отличаются от всего они звучат так раньше когда я был моложе в общем-то 50 лет уже и вот когда я был моложе то когда я был молодым то я думал что достигнув желаемого и получив удовольствие я буду счастлив и вы знаете так не происходило я это заметил причем в очень раннем возрасте я очень долго хотел автомобиль дорогой потом когда у меня этот автомобиль появился в раннем возрасте то получилось что этот автомобиль мне не приносит удовольствие то есть одну неделю я от него наслаждался и после этого конец там долго женщине мечтал потом когда она в моей жизни появилась то есть не жить не захотел далее было такое что очень хотел себе дом персант не дома квартиру а потом когда квартира появилась то я никак не мог понять мне так хотелось добиться какой-нибудь желаемой цели даже с едой так было знаете целый день хочешь есть а потом наелся и все я не мог понять в чем же тенденция такая почему что мне не нравится когда это происходит почему нет этой радости ведь когда ты живешь и думаю что вот ты сегодня вечером поешь и будешь таким счастливым поел и несчастный и думаешь да что же это такое происходит ну мечтал о богатой работе устроился на богатую работу через три недели уже хотел с нее увольняться знаете так много было таких моментов мечтал о бизнесе потом начал открывать этот бизнес получился бизнес потом новый открывал еще что-то делал и когда достигал определенных задач и цели когда эти цели были выполнены ну неделю было состояние удовлетворение удовольствия и потом ничего сейчас спустя годы я понимаю что у людей не у всех конечно ну так у меня точно было видоизмененное восприятие жизни нам когда мы родились почему-то никто не вручил книжку инструкция к эксплуатации своей жизни потому что родителям было некогда может быть они сами не знали знаете а там в умных книжках так много написано что когда дочитываешь когда начинаешь читать начало и до заканчиваешь до самого конца дочитываешь книгу то уже забываешь что было в самом начале и в общем-то когда прочитал книгу которая должна тему тебя чему-то научить и отложил эту книгу то ничего не отложилось в голове и после этого ну может какая-то идея там со временем сформировалась но очень часто это было прям тупиковой такой патовой ситуации когда читаешь 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 а умней точно не становишься знаете я очень люблю математику и медицину там все просто 7 на 749 там если если там у человека низкая кислотность там где станут там психиатрии допустим если у человека диссоциации то тогда у него такое заболевание си ножками дергает а тогда такое заболевание там и так далее то есть ну все имеет какой-то диагноз поставить по каким-то признакам после этого доказать и все доказательное здесь получается когда нужно было заниматься саморазвитием искать вопросы которые могли бы ответить на то почему так происходит что так тебе хочется так ты к этому стремишься хочешь денег деньги появились и все они все филижат и все и ты все равно недоволен но тебе так хотелось думал что это вот прямо та ключевая черта когда она появится ты от радости не знаю что сделаешь то есть будь самым счастливым потом это произошло и ты не самый счастливый хотелось такую одежду ты и купил и ты пока одевал был счастливый когда вышел из магазина уже не счастливый да что ж такое а мне хотелось чтобы так стремишься стремишься и думаешь когда ты это получишь что будешь самым счастливым а потом выходишь и в этом все время ощущения счастья летаешь плаваешь радость мне только соник было то знаете они мечтал потом с неживую каждый день части но вот так получилось знаете и здесь как бы никуда не исчезает ну и детей хотел дети родились ничего не исчезает и каждый день счастлив но я понял что в чем проблема моя была дело в том что моя проблема заключалась в том чтобы искать счастье и искать момента исполнения моего желания я думал что исполнение желания и будет моим счастьем я ошибался потому что сейчас я считаю по-другому я думаю что стремление и желание и движение и ощущение того к чему ты стремишься и есть элементом счастья сегодня я голодал целый день то есть я стараюсь на протяжении дня не кушать сейчас пост как раз идет а вечером я съем небольшое количество рыбной пищи ну кетоновая диета взрослые онкология за плечами знаете перенесенная и но травмы и онкология жизнь была веселой яркой беззаботной есть что вспомнить не только детям нечего рассказать и спустя эти годы но уже ожиреваешь и метаболизм сложные и так далее ну и конечно это все приводит к тому что начинаешь обращать внимание как бы я раньше воспринимал это все когда я не ем я бы страдал как же хочу есть надо срочно покушать надо срочно поесть и так далее но сейчас я к этому отношусь так я получаю удовольствие от того что я испытываю голод я получаю удовольствие от того что я стремлюсь к тому чтобы в моей жизни появилась эта цель я получаю удовольствие от того что у меня есть желание желать жену от того что у меня есть желание любить детей вот я от этого хочу получать удовольствие от движения и почему так происходит наша жизнь она не она не остановившиеся мы как в лодке в этой жизни во времени все время куда-то плывем мы все время куда-то плывем и мы думаем что если мы поставим что-то на лодку то это будет вечной радостью нет само плавание и есть вечная радость вот желание вот знаете я смотрю сейчас на взрослых людей и сегодня буквально смотрел на одного дядю он взрослая лемский нельзя говорить фамилию сегодня о нем видео вышло мой друг его 20 19 где-то лет уже знаю когда-то на него работа это было одно из моих работ таких это было мне 30 лет и человек неизвестного специалиста взял себе поверил и сразу же мне предложил работу не предложила дал работу сходу с первого дня дав зарплату три с половиной четыре тысячи долларов средняя зарплата в украине тогда у людей было но 500 600 долларов 400 300 500 долларов это было очень хорошая для киева а у мне сразу такую и я на него работал и конечно это была сумасшедшая школа правда недолго ну сам факт так вот глядя на него вот сегодня смотрел ему уже он очень очень взрослый мог в этом году будет 85 или 86 лет он строит там там строительством занимается и так далее и я понял его мотив почему и понял от того что он не сказал он не сказал буквально такие слова он говорит мне хочется чтобы это было вот так и чтобы она была сложным и чтобы это вот так вот тяжело давалось и он купается в этом ему нравится сам процесс и я понимаю его он говорит я ради этого живу я ради этого живу конечно человек когда рождается сначала он живет ради цели с кем-то переспать потом цель выполнена там жена или муж все уже есть постоянный секс там начинает в гречку ходить смотреть там с кем переспать и так далее других задач нет никаких но человек думает что когда это произойдет он будет счастливым бесконечно а это обман потому что счастье в том что тебе хочется этого так люди обычно когда хотят они страдают а нужно наоборот когда хочешь знать что это и есть наша жизненная радость то что мы хотим жить то что мы хотим спать то что мы хотим есть это и жизненная радость от нее не надо страдать вот ее нужно воспринимать как радость это удивительное ощущение если перестроиться на это и так несколько лет живу но если перестроиться на это и знать это что это ощущение это качество и есть радость то начинаешь этим всем управлять после если много радости в этом то самое достижение задачи она не является настолько важным и глобальным осознание того что тебе хочется там женщину и ты можешь это сделать и тебе это вдохновляет даже приятнее чем сам момент когда это произойдет да представляете снова звука нет то что ж такое 1 1 1 1 1 можно ли беременеть в пост не грех ли это нет мои хорошие дело в том что дети это элемент не видать конечно не элемент дети это божье благословление благословение человеческого рода если так разобраться и рассмотреть всю природу мира то любое рождение есть божье благословение именно поэтому беременеть можно когда хотите люди беременели везде всегда и когда только могли нельзя говорить что мне там я не хочу и заниматься сексом я хочу заниматься сексом там хочу рожать детей ли ради этого жила ради этого это все неправильно почему это отрицать божественную природу но можно ли к этому идти если да в этом случае если рассматривать сам процесс и говорит что я не хочу сам процесс дети у меня уже есть меня вдохновляет что мне есть это желание если желание есть она воздохновляет то можно до процесса не доводить пусть это будет просто когда человек начинает быть озабоченным на моменте достижения процесса то тогда когда этот процесс произойдет его ждет огромное разочарование знаете так обычного мужчин происходит мужчина ждет ожидает что вот хоть хорошо чтобы это было а потом раз все он получил и как пустота что это было у женщин гораздо легче с этим потому что они не ожидают самого процесса они хотят они хотят любви они хотят вечной любви они более божественные потому что они хотят получать удовольствие постоянно от того что они знают что есть у них мужчина от того что они знают что у них есть семья того что они могут быть полезны и кто-то о них заботятся вот это все они от этого всего получает удовольствие это огромное счастье это огромное счастье а мужчины конечно не стремятся стремятся там переспал стремит стремится еще с кем-то переспал и получается там максимальное чувство одноразовая а здесь как в анекдоте с птичкой и слоном вечный кайф вы же как сказал андрей данилка шо я несу боже из если вы меня слушаете вам не надоело вообще может давайте закончим вот эта куча народа собирается просто куча народа кстати вас сейчас 762 человек а лайки поставили 366 человек у вас совесть есть а ну-ка быстро лайкайте под видео не там начать и а под видео бондаренко татьяна андрей андреевич есть разница в каком помещении начинать занятия по марафону 10 вы все марафоны начинали с очищения пространства он очень интересует вопрос так как начало марафона буду не дома совершенно не имеет значения где вы будете находиться территориально в момент марафона будут обряды но в этот раз я не буду работать с тем чтобы чтобы работать еще и с помещением я буду работать как раз и фокус буду делать на исполнение задачи или гипер задачи она будет связана с построением одной задачи и мы ее назовем частью почему мы очень часто думаем что быть счастливым это и для себя потом начинаем придумывать как это быть счастливым так человек в своей жизни может сказать я буду счастливым если будет у меня трехкомнатная квартира потом получилось это трехкомнатная квартира счастья нет почему мы такие люди что мы иногда не можем разобраться что нам нужно для того чтобы мы были счастливыми и в этот момент нужно переложить свою судьбу в божественные руки и сказать богу виднее я просто хочу в скором времени быть счастливым человеком а это подразумевает все это все подразумевает и уютная красивая квартира или дом и уютная жизнь и уютные люди близкие это все быть счастливым гораздо важнее чем просто у меня будет квартира или просто у меня будет мужчина или просто у меня родится ребенок быть счастливым это больше у бога свои планы по поводу вашего счастья ищите и хотите счастья потому что если человек хочет счастья у него больше есть вариантов стать счастливым потому что человек обычно говорит так я несчастье но думаю что когда у меня квартира будет я буду счастливым это самообман том квартира появляется счастье как не было так и нет а вот части нужно хотеть очень мало людей хочет счастья хотя когда росли мои дети и были более маленькими вот сейчас 1 8 другой 7 и 3 6 и когда они были сейчас когда я говорю что такое счастье или там чего бы хотели пожелать то у них уже есть сформированное мировоззрение наверное воздействие уже информационного поля грегоров которые говорят что вот если бы было это то было бы более счастливой а пока маленькие были то все время они желали счастья вообще почему люди желают друг другу счастья потому что это уникально потому что обычно человек говорит я хочу чего-то конкретного для счастья а когда ему желают части а то это подразумевает все потому что может быть с милым рай в шалаше а может быть когда человек говорит я хочу непременно в центре города квартиру а может для тебя другой путь может и в лас-вегас переедешь и будешь жить и у тебя будет свое свой дом или своя квартира в кругосветном корабле на втором этаже и ты будешь до конца своих дней принимать там людей своих близких родных и так далее но жизнь будет исключительно связано с бесконечными путешествиями и отдыхом может ради этого вся жизнь собственно может наоборот счастье в том чтобы остаться в египте выйти замуж за какого-нибудь но не какого-нибудь а за местного жителя и жить где-то в пустыне бесконечно переезжая и как бедуин пользуясь вот ну совершенно такое непривычные для себя обстановки знаете счастье каждый найдет свое а вот наше желание может быть таким пусть она придет быстрее а если мы его можем ли мы ощутить когда она придет и что такое счастье части это наполнение это когда ты наполнен чем наполнен твой кувшин наполнен радостью это и есть счастье твой кувшин радости наполнен как прийти к счастью это то о чем я сегодня говорил мне нравится это мне нравится это мне нравится это наша жизнь это такой кувшин и человек говорит когда он будет что такое счастье это когда кувшин будет наполнен нельзя сразу налить туда много воды но можно по чуть-чуть себя обучить и есть чем больше там становится жидкости элементов вашего радостного восприятия мира тем полнее будет ваша жизнь и вот это состояние наполненности она со временем приходит но выдавливает те деструктивные качества которые могут мешать эгоизм претензии страдания страхи там даже физические заболевания навстречу к своим радостным счастливым момент калина скажите говорят что будет цифровые деньги то это что-то это а вы что не знаете что есть цифровые деньги вот смотрите у меня есть банки такое компьютер телефон висит у меня целый день вот смотрите у меня здесь на телефоне раз два три четыре пять шесть раз два три 4 5 6 7 здесь 8 9 10 11 11 карт еще валет и еще paypal и получается 12 13 13 систем электронных денег то есть 13 систем электронных денег еще есть куча счетов и когда человек говорит будут цифровые деньги люди что с вами вы давно уже пользуетесь цифровыми деньгами цифровые деньги это ваши карты вы запросто можете взять с одного счета и передать на другой счет или отправить куда-либо ну если в вашей стране есть такая функция но вы ими пользуетесь странные вопросы вы как будто вы нырнули из прошлого века и слава гунько по вашему совету переехал с британии в норвегию думаю действительно здесь будет мне лучше подскажите мне 36 я не женат и не был я встречу даму с которой соединю свою судьбу есть очень хороший анекдот по этому поводу и он иудейский как раз шаббат шалом да уже вечер когда когда приходит невеста и говорит можно мне в первую брачную ночь не переспать с мужем и на что раввин ну там анекдот большой но как бы вердикт такой он говорит ей слушай какой бы ты стороной не легла то все равно с тобой переспит так жизнь устроена у каждого мужчины хочет он на этого не хочет ищет он кого-нибудь не ищет и так далее у него все равно будет период когда он все равно попадет в сети поэтому у вас есть выбор либо вы взрослеете и на вас смотрят и потом обязательно попадете в чьи-то сети и вас они затянут и в свои часы вставят как шестеренку либо вы сами часы и сами ищите того кто попадет в ваши сети поэтому смогу ли я буду ли это неважно это предрешено это божественный закон такой а вот начать уже думать о том какие сети плести на кого их бросать я бы уже начал задуматься хотя 36 лет это не сейчас 36 лет это не взрослый возраст если раньше читая достоевского и да что тут говорить обломову нигилисту было сколько там 30 лет 32 года кашин был нигилистом и думая допустим о дубровском дубровскому который был такой себе старик которому было 30 сколько там три года а еще базаров это базаров был нигилист до кого там вспомнить у пушкина неважно если рассмотреть тех людей которые были еще сто лет назад то они были и по рассмотреть фотографии то можно сказать что эти люди в возрасте 30 лет уже выглядели очень взрослыми людьми когда-то мне попалось видео такое где мужчина и женщина начинает говорить о музыке это сергеем михалковым был снят видеоролик такой он назывался тогда динамит как-то или как-то так и в нем высвечивались все проблемные места социальной социального бескультуре стран как западного мира и вот одна из идей такая была там появилась как раз тогда только группа оси дисси и вот они делали такие красивые украшения одевали этом лица такие макияж у них такой был и у них музыка была такая не очень подходящая для нашей страны и значит такая снятая видео картина сидит мужчина и женщина женщина одета в платье желтая мужчина в пиджаке и каждый из них имеет ярко выраженный избыточный вес мужчина почти лысый женщина с седыми волосами с некрасивыми лицом и ногтями не ухоженные и им показывают как-то каким-то образом это видео и они в шоке и говорят что вам не понравилось нам не понравилось то что мы видели а это ужасно это не по-человечески без духовно и так далее и так далее и так далее и после этого говорит мы бы никогда не позволили чтобы в нашей стране такое происходило это не должно быть а кем вы работаете она говорит я работаю на заводе таком там и муж и жена а он работает там тоже кем-то там токарем я не знающики и после этого спросили а сколько вам лет он сказал мне 29 а ей 23 но я вам ручаюсь визуально они выглядели как будто ему было 63 а ей 50 нет 80 дело в том что сейчас глядя на свою любимую светлану анатольевну которая по секрету является моей тещей я могу сказать что люди которые имеют большой возраст могут выглядеть как девочки без ничего это такая особенность сейчас сейчас такой мир сейчас 35 лет есть мужчины и женщины которые выглядят как будто им можно собирать портфель и отправлять в школу мир помолодел внешне мир помолодел душой люди не хотят торопиться замуж они не хотят прямо срочно создавать семьи люди многие люди даже отвергают для себя идею быстрого создания семьи как бы думая что нужно пожить нужно осознать нужно что-то имеет нужно там подготовить трамплин и так далее ну а почему это происходит но жизнь стала легче все понимают что уже от заболеваний тяжелых мы не погибнем в возрасте там 30 лет не от чумы не от кори не от дифтерии и так далее нотка вида можем дать и то есть мы четко понимаем что мы скорее всего доживем до призрит престарелого возраста взрослого возраста как я говорю есть фармация есть медицина и есть желание то есть все это возможно сейчас поэтому и торопиться то никогда никого никуда ну и получается если нет спешки такой горячки то тогда зачем торопиться давайте вспомним олега табакова насколько я помню у него 85 родился ребенок от молодой на марафоне вы говорили что смогу завести семью стараясь прийти как придете андрей андреевич мой сын помириться своей бывшей девушкой которую очень любят помириться но лучше бы не миримся если честно людмила олый ник андрей андреевич добрый вечер моего сына сколько там время у моего сына которому 32 года все проблемы начались после того как он три года назад тяжело переболел корью приступами боли в теле сильное сдавливание зубов нижней челюсти боли в области сердца появились камешки в почках один из которых вышел при том что у нас ни у кого в роду не было проблем с почками еще приступами начинает очень сильная слабость купила семинар обучение целительству я хочу сказать что у вашего ребенка после перенесенной кори не столько заболевания физического тела сколько заболевания психические и ему необходима помощь психиатра либо просто определенных препаратов ну вот нужно посмотреть спит ли полноценно ночью нет ли остановки дыхания в ночное время если есть то создать там купить оси пап аппарат чтобы там дышал си пап аппаратом хотя бы там пару месяцев если камни в почках почему в камни в почках это не активной образ жизни то есть начать активной образ жизни дышать на улице гулять пить побольше водички похудеть начать заниматься спортом и так далее но в конкретно в его случае вот вы просили просмотреть я говорю что у него это заболевание психиатрически и если ему давать даже там какой-либо препарат ну допустим там ну я не хочу советовать но допустим там адаптол там магний b6 вот если давать адаптол по одной таблетке два раза в день если есть бессонница то снотворная какой-нибудь там какие сейчас снотворные популярные ну хорошая снотворная ливана 1с в украине есть но если это психиатрия то можно давать там витиопин или и врач может назначить и посмотреть что это у него то есть у него там это у него какое у него заболевание то есть него тревожность или депрессии это все что вы описали это все имеет определенные названия диссоциативное расстройство и она может вот создавать все вот эти нюансы которые есть но это все очень легко устраняется мелатонин хорошо давать на начал триптофан можно мой препарат называется ллс там литий находится учитель когда обсуждают мою внешность начинаю комплексовать как стать уверенным себе всегда говорите слова которые которым научил меня мой отец всегда говорите так кому я не нравлюсь этого нет вкуса и все это очень помогает жизни также если вы сами себя загоняете этим говорите да действительно я не нравлюсь людям да действительно не нравлюсь этим людям они там обо мне говорят да так было до этого момента с этого момента меня это больше не беспокоит все конец вас это беспокоит и мучает а нужно достичь такого состояния при котором вас это беспокоить и мучить не будет и говорите да действительно до этого момента меня это мучило и беспокоило а с этого момента до действительно мне это больше не беспокоит и после этого обязательно необходимо посмеяться сделать так а ха 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 а вы там говорите говорите и бакшуль мангышбаева здрасте андрей андреевич после вакцины к вид не могу восстановиться насколько я знаю у вакцины к вид нет никаких противопоказаний и нет никаких последствий и в случае если вы ее сделали давно и до сих пор не можете восстановиться то это скорее всего не физиологические проблемы это проблемы связаны уже с психическими что необходимо сделать необходимо обратить внимание на сон насколько он у вас длительный насколько долго вы спите сон человека должен быть не менее семи часов активность должна быть хоть немножко там кто-то говорил магазин не торгует ничего в жизни не получается никуда не могу дойти не есть очень хорошие вот смотрите вы живете по принципу такому как в попавшие в матрицу люди то есть поели поспали пошли одни и те же мысли одни и те же люди но ничего не меняется и вам нужно все перевернуть каким образом дома сойдите с ума встаньте а также начните ходить задом наперед утром стали слезли и пройдитесь задом наперед по всей квартире далее начните рисовать песком купите пластилин там из него что-нибудь слепите начните вышивать возьмите просто красками помажьте то есть делайте все что от вас не хочет этот мир оденьте кулек вместо шапочку обернитесь оберните голову фольгой походите по квартире выгляните в окно позовите кого-нибудь скажите что живете с инопланетянином и так далее но просто не приста можно не приставая к людям и как бы само по себе у меня была девочка и она дожила до возраста там какого-то красивенькая такая катя ее звали не знаю катя если смотришь привет и была такая ситуация она говорит мне абсолютный отличник знаете синдром абсолютной отличницы детский садик на отлично в школе на отлично институт на отлично на работе отличница утром просыпается все вещи в стопке все чистые белые носки слева справа такие носки вся одежда по временам года та которая зимняя сложена в кульки кульки упакованы в кульки все лежит в диванчике чтобы шкафу даже не висела то есть идеально все знаете все прямо вот прям прямо идеально она еще и финансист знаете и там у нее все хорошо было кстати очень состоялась молодец и идеальный человек знаете красивая блондинка высокая голубоглазая светловолосая врожденная тоненькая вся отец был военнослужащий когда-то мама по любви дети такие получились как два ангела сестра кучерявая она такая длина волоса красивая красивая ни один мужчина к ней не подходит она говорит ни один ко мне не подходит но мне и некогда но говорит есть такие там кто-то там как-то то ли он заигрывает то ли заигрывать ничего не могу понять но если цветы принесет типа если кто-то предложит то я пойду и так далее верю катя понимаешь у тебя все правильно в жизни ты попала в ловушку абсолютной правильности тебе нужно хотя бы на чуть-чуть сойти с ума она говорит я когда иду по улице то я соответствую всем критериям правильности человека идущего по улице то есть я не обращаю внимание стараюсь быть не помехой меня мол научила вот как мама мне научила если сидишь чтобы коленки там вместе были если там кушаешь ложку обязательно так держать и так далее я начал замечать да она целиком состоит из задач и как биоробот машина которая абсолютно натренирована на абсолютно идеальное выполнение программы жизненной и нет ничего от себя то есть она живет жизнью которую ее научили как в аутизме а себя там не ощущает я говорю слушай ты себя не ощущаешь она говорит как если не счет ну вот сойди с ума начни сейчас кричать и танцевать и дело она нет андрей андреевич я никогда при мужчине такого себе не позволю я говорю хорошо вечером поехали к торговому центру вышли ночь никого нету на улице тогда еще не было войны это было давно еще там в тринадцатом году две тысячи тринадцатом двенадцатом одиннадцатом наверно даже и вот торговый центр темно и лампа такая большая темно нет людей по дороге едут небольшое количество автомобилей это не главная дорога там такой район не очень людный и строились дома но жилых было очень мало но практически не было и мы от жилых были далеко только торговый центр уже закрытый я говорю стань возле столба подними руки вверх и начинай кричать кто разрешил здесь стол поставить она стала и не могла это делать я говорю тебе придется кричи кто разрешил стол поставить кто я сказала здесь разрешил а тот кто разрешил поставить а это и лампу это уберите или поставьте ее ниже я говорю сделай это и она вот я ее поставила говорю я тебя не буду не слушать не смотреть на тебя не буду она стояла у нее был тупик она не могла переступить через себя чтобы это сделать я и тогда сказал это не обязательно делать сейчас сделай это когда-нибудь и ты увидишь что это изменит твою судьбу изменит твою жизнь откроет то что даст тебе возможность высказывать не то чему тебя научили не то как воспитал тебя мир открыть тот или тут то качество своего характера которое твое которое не воспитана или как в кольчуге со всех сторон сдерживает твою душу а тоже тебе захочется даже возможно не то что хочется потому что то что хочется ты еще не знаешь а противоположная то есть тебе очень много позитивного конструктивного и прекрасного но дело в том что если рассматривать символы абсолютной гармонии в конфуцианстве или символы абсолютной гармонии сяо то этого мало это в даосизме символ дау инь и ян то мы видим абсолютно ровный круг в котором нарисован с одной стороны черный круг с небольшой точкой белого цвета а с другой белой с небольшой точкой черного цвета и это все гармония то есть каким бы ни был человек белым в нем все равно будет где-то какая-то какашка и каким бы ни был черным все равно в нем будет где-то что-то хорошее а нельзя быть абсолютно белым существом я говорю тебе нужно найти противоречие какашку тогда это противоречие откроет в тебе что-то что даст тебе возможность альтернативного мира она говорит что мне это даст я говорю замуж выйдешь жизнь изменится так вот она все-таки покричала на столб я ее убедил это было не искренне но первый раз сойдет а уже через месяц вышла замуж вот так ну что и будем заканчивать этот прекрасный наверно прекрасных вебинар хочу сказать и пригласить вас сейчас я открою сайт что скором времени а именно 19 по 29 апреля пройдет юбилейный марафон марафон это 10 дней занятий в ходе которых по три часа утром по два часа вернее утром и два часа вечером вы будете заниматься вместе со мной с целью привлечения материального благополучия и накоплению энергии и накоплению знаний которые помогут вам в дальнейшем изменить жизнь таким образом чтобы вашей жизни было материальное благополучие и все шло по принципу увеличение материального благополучия возможности быть успешным возможности реализовать свои желания возможности реализовать себя как бизнесмена или как человека который умеет зарабатывать деньги много будет информации помимо эзотерических практик эзотерических техник и даже обрядов будут проведены еще и психологические всевозможные такие разговоры с расстановками я буду объяснять как нужно как не нужно где искать как создавать коммуникацию что такое сеть знакомств как распространять но я буду объяснять как это делать быстро то есть как сделать так чтобы люди вдохновлялись как сделать так чтобы самому найти вдохновение как где-то когда руки опустились все-таки начать что-то делать очень много есть знаний которые как раз связаны с вот такой работой такие есть практики допустим практики зеркал берешь человека представляешь его в зеркале в случае в случае классно случае если у человека ноги не отражаются в этом зеркале то это говорит что у него будет плохая работа он никогда не будет богатым и вот от эзотерика зависит только взять ему эти ноги построить но это необходимо делать со знаниями как это все делает то есть проецировать и потом проверить там нет дорог поставить дороге не получается ничего сделать так чтобы это все отражается в энергетической структуре в ауре в чакрах в призме полотна в отражении зеркала но вот в таких нюансах но я сейчас это говорю все знаете это все похоже на обычный психиатрический диагноз то есть можно сказать что тот человек который перед вами выступает психически нездоровый человек ну возможно знаете я всегда говорю такие слова перед вами сидит человек который родился седьмым ребенком семье из деревни крымской области и этот человек никогда не своровал не обманул не киданул сам сделал компанию за свои деньги купил дом построил предприятие и я это делаю на протяжении жизни очень успешно потому что мной управляет понятие которое называется везение и я тот человек который научился и знает как управлять конкретно этими компонентами но наша жизнь такая короткая что на протяжении нашей жизни мы можем найти какие-нибудь допустим магические ресурсы ничего не получается в жизни что делать обучаться обучаюсь ничего не получается дальше и это не получается и обучалась этому не получится и это не получается и не получается зарабатывать уже все открыла все равно не получается деньги за мной заняла все равно не получается или не заняла все равно а там находится какая-то иришка там пупышка и так далее с рубля сделала себе мега бизнес и там зарабатывает очень успешно а это миллионы потратила и ничего не получилось и здесь между ними тайна какая то есть и очень часто такая тайна и и невозможно найти на поверхности и и на поверхности нет то есть на той поверхности которую можно объяснить и о которой может рассказать g5 чат такой поверхности нет то есть человеку может сказать будь коммуникабельный он коммуникабельный будь более там будь более может быть умным он там доктор физических наук химических наук работу найти не может бизнес не может сделать и так далее знающий знаете как много я знаю мужчин вот три дня назад 4 5 6 7 6 6 прошлый вторник прошлый вторник был такой мужчина с ним общался и вот он такой грамотный он так красиво разговаривает он обо всем все знает и там я говорю можно задам вопрос а у него жена она совершенно другая противоположность но жена зарабатывает миллионы а он не получается у него я говорю что вы делаете чем вы чем вы на хлеб зарабатываете и так далее он говорит ну я сейчас нет нужды у меня никакой я потом понял что жена там настолько много зарабатывает что у него нет нужды точно никакой и он говорит но у меня есть компания какая но я раньше занимался страховым бизнесом на кого-то работал а я сейчас занимаюсь типа созданием этих как инженер по вытяжной приточной вентиляции и типа у меня есть компания если надо кому-то я делаю но у меня есть отдельно люди они там это делать я так понял что ему это не нужно я думаю и он очень много обо всем знает вот мы разговаривали там математиком этим медицина космос политика он все знает всех знает все знает все законы помнит обо всем может сказать причем все же есть телефоны что-то ляпнул я проверил точно знаете уникальный человек уникальный человек но не реализованный почему потому что все лежит не на поверхности как думают люди есть третья сила которая говорю то есть одна сила конечно зависит от страны другая сила зависит от человека а есть еще третья сила это третья сила это управление везением или то что называется везение сила которую ну совершенно невозможно описать с никакого подхода не научного научного только эзотерически то есть ее можно описать как сила и можно гипотетически предположить но знаете она же является одним из доказательств того что эзотерика невидимый мир существует у него есть законы почему потому что одни люди выиграют в лотерею а другие нет а есть люди которые знают как выигрывать и выиграют несколько раз подряд почему они умеют выигрывать потому что они могут обуздать ту силу которая называется фортуна и ту силу которая называется везение это и есть эзотерика и вот эта сила я ее могу вам навязать привязать и помочь ею управлять для того чтобы в жизни начала появляться везение и фортуна но всей фортуны дать человеку невозможно это сложный процесс а выделить из этого процесс чтобы повезло только в деньгах чтобы знаете всегда была материальная чтобы и работать не хотелось а через забор бросали чтобы везло чтобы перло я даже хочу сказать что вот вы пройдете марафон и нужно будет взять и вот этот отрезок между прохождениями марафона дождаться один год и сравнить что было до марафона и что было через один год я вот вам говорю что возможно вы даже после марафона будете жить обычной жизнью и у вас не будет происходить никаких событий ничего там и так далее но спустя один год когда вы сделаете инвентаризацию того что произошло вы для себя многое откроете почему потому что вдруг окажется что у вас больше гораздо больше накоплений что вас появились какие-то влиятельные друзья предложения внезапные деньги и в общем то совершенно все там хамылем хамылем там какие-то дорогие сделали себе там приобретение или кто-то что-то там вам помог и так далее либо появились яркие решения которые вы уже начали реализовать и так далее все зависит вот от глобальности то есть какая задача у вас с какой задачи вы родились после девятки рождаются у них более широкие глобальные такие задачи а единички с более узкими задачами и так далее ну и вот от этого много зависит девяткам и у них несмотря на более глобальные задачи им сложно заниматься там сложно заниматься там бизнесом продажи там на столе или на базар или еще где-то они должны управлять там стратегиями или управлять там финансовым бизнесом и так далее зато поставить единичку начальником национального банка и банк пропадет она ни к чему не придет это такая особенность вот есть у человека и поэтому влияя на каждого человека отдельно у каждого человека проявится вот своя индивидуальная задача и она будет однозначно делать этого человека богаче поэтому я рекомендую вам все-таки начать присутствовать и записаться на мой марафон который называется увеличение накопления энергии денег юбилейный марафон который пройдет с 19 по 29 апреля и будет идти 10 дней а в чем и почему он юбилейный он юбилейный потому что 27 апреля наша школа была создана и были мной проведены первые занятия нашей эзотерической школы элина джакушева была девочка знакомая которая была в мк и так все сломалось а потом так она поднялась аж дух захватывает спасибо вам уважаемый андрей джакушево да так и есть после марафона и сновидения ничего пока не изменилось но есть надеюсь что изменения будут но как должно измениться у вас до этого не было ничего а потом вы получили знание вот смотрите у меня была такая ситуация я долгое время ездил за рулем очень долгое время есть и вот считайте там с детства до возраста там наверно сорока лет и в какой-то момент перестал ездить почему паша болел потому что всю жизнь ездил и устал перестала хотеться но я всегда думал и считал что я как шумахер езжу то есть думал всегда самые лучшие и всегда самые там я думал что я правильно вожу и правильно паркуюсь и правильно выезжаю я думаю что я ордена ленина дружбы красного знамени всегда так думал а потом один человек дал мне приглашение это было ну наверное лет 11 12 назад он дал мне приглашение говорит приезжай я тебя а паучу как вот заниматься драфтинг по моему называется это когда въезжать в поворот там или когда там разворачивать да я это умею ты шо не знаешь я это все умею я как сейчас там я вас всех научу вообще и приехал он мне все рассказал я все понимаю знание у меня эти есть а рефлекса нет я все понимаю знаю как переключать как крутить и тогда переключая кручу не то я знаю как должно быть меня научили как должно быть а все не то почему помните как у павлова как у макаре как у макаренко как там знание умение навыки знания умения навыки точно так же и у вас вот у вас ясновидение вы получили знание А теперь к чему вы должны прийти? Знания у вас есть, но вы должны теперь обрести умения и чем закончить? Навыками. Поэтому я прошла, у меня ничего нет. А как будет? Я тоже три дня ходил на вождение и драфтингом и так и не научился. Почему? Потому что у меня ни умений, ни навыков нет. Почему? Потому что нужно было год этому посвящать, но у меня не было времени и здоровья. Я решил, что мне это не нужно. Кто с этим не согласен? Я прав. Я желаю вам успеха и счастья. Я желаю вам счастья, радости, любви и прекрасных выходных. Переходите на мой сайт, изучайте информацию, которая есть на сегодняшний день в большом количестве, выложена в YouTube на разных моих каналах. Это канал «Эзотерик» в YouTube, школа «Кайлас», «Тибетская формула», «Спасительные рецепты», «Уларг десер» и Андрей Дуйко официальный канал. Переходите на мои сайты – tibetan-formula.com, duiko.guru. Знакомьтесь с моей деятельностью, приобретайте семинары, развивайте в себе паранормальные способности, проходите ступени школы. Это даст вам уникальную возможность познать себя, погрузиться в совершенно новый мир, мир невидимой магии, даст вам силы управлять своей жизнью и даже чуть-чуть жизнью тех людей, которые рядом находятся, с целью помочь им быть более счастливыми и более, наверное, в вас и в мир влюбленными. Еще раз до свидания, прекрасных выходных. О, выключаем.